Всем привет! Меня зовут Мачий, я поляк. Добро пожаловать на мой канал Польский с Мачьим. Польский язык с Мачием, на котором я помогаю вам, русскоязычным, изучать мой родной язык. Сегодня очередной выпуск, в котором мы с вами поговорим о такой ситуации, что в русском языке всего одно слово, а в польском языке целых два. Откуда, конечно, возникают разные сложности, когда вы изучаете польский язык. Это будут слова terras и zarras. Они оба передаются в русском языке, как правило, как сейчас. Так что, ребята, давайте поехали! Итак, друзья, в чем же дело? Почему эти поляки говорят иногда terras, иногда zarras. В чем же разница? Главная разница между terras и zarras в том, что terras мы используем, когда мы говорим о том, что происходит прямо сейчас. Когда мы говорим zarras мы используем, когда мы говорим о том, что произойдет скоро. Однако, в тот момент, когда мы говорим об этом, это еще не происходит. Так что разница есть, и она очевидна. Почему в русском языке вы все равно используете одно и то же слово, я не знаю. Посмотрите, я сейчас сижу в кресле, я могу сказать, я сейчас сижу в кресле и я снимаю ролик. Сейчас. Но я могу сказать тоже, я сейчас отдохну. То есть, я сейчас еще не отдыхаю на самом деле, но я скоро буду отдыхать, сняв ролик. Но тем не менее, я могу сказать, я сейчас отдохну. Так что же я делаю сейчас на самом деле? Я сижу в кресле, работаю, снимаю ролик? Сейчас. Или я отдыхаю? Ну вот это вам понятно просто по контексту. В польском языке для этого употребляется просто два разных слова. Терас и зарас. Терас седзена в отелю, працую и нагревам для вас фильмик. То есть, я сейчас сижу в кресле, работаю и снимаю для вас ролик. Але зарас отпочна. Но я сейчас отдохну. Да? Ну конечно, сняв ролик, это будет скоро, но это еще не происходит в тот момент, когда я говорю. Это произойдет потом, в ближайшее время. И посмотрите, вот такой пример предложения, в котором я буду использовать как терас, так и зарас. В том же предложении. Чтобы лучше было понятно, в чем разница. Терас еще не разумеете, на чем полега ружница между терас и зарас. Але зарас ее разумеете. То есть, сейчас, на данный момент, в тот момент, когда я это говорю, вы еще не понимаете, в чем разница между терас и зарас, но вы ее сейчас поймете. Сейчас, в смысле, скоро. Вы скоро ее поймете. Еще не понимаете, но скоро поймете. Я думаю, вы уже чувствуете, в чем дело. Посмотрите еще другие примеры. Естач мы терас в Польсце. Это значит по-польски мы сейчас в Польше. Вот мы это говорим, и мы сейчас в Польше. Другой пример. Зарас Бенджами в Польсце. То есть, мы скоро будем в Польше. В тот момент, когда мы это говорим, мы еще не в Польше. Мы собираемся в Польшу, но мы скоро там и будем. Зарас Бенджами в Польсце. Но вы в русском языке в этом контексте очень часто говорите именно сейчас. То есть, представьте себе, что вы на машине, вы доезжаете уже почти до польской границы, и вы говорите, мы сейчас будем в Польше. Это на самом деле значит, что вы скоро будете в Польше. Пока вы еще не в Польше. Пока вы только что доезжаете до границы. Но, тем не менее, по-русски можно так сказать, мы сейчас будем в Польше. Или другой пример. Представьте себе, что кто-то вас зовет, и вы отвечаете, сейчас, сейчас, сейчас приду. Или же в разговорном варианте, скорее всего, даже сейчас, сейчас, сейчас приду. И вот это сейчас по-польски, сейчас приду, это именно зарас. Зарас Пшида. То есть, я еще не иду, да, в тот момент, когда я говорю, я еще не иду. Но я скоро пойду, да. И поэтому по-польски там именно зарас, не терас. Это не происходит в тот момент, когда я говорю. Это произойдет скоро, но еще не сейчас. Посмотрите вот такие предложения, и постарайтесь почувствовать, в чем разница. Первое предложение. Звони терас до ойца. И второе. Зарас задзвоню до ойца. Вот первое предложение. Терас звоню до ойца. Это я сейчас звоню отцу. То есть, буквально у меня трубка в руках, и я им сейчас звоню. А второе предложение. Зарас задзвоню до ойца. Это сейчас я позвоню отцу. То есть, у меня пока в руке еще нет трубки. Я только собираюсь ему позвонить. Я ему позвоню скоро. То есть, это не происходит еще в тот момент, когда я это говорю. Это будет происходить скоро. И поэтому там тоже в польском языке, ну в русском языке, кстати, тоже будущее время. Позвоню. Задзвоню. А в первом предложении у нас было настоящее время. Звони. Звоню. Посмотрите еще такой пример, в котором я сопоставил терас и зарас. Это маленький разговор. Сначала идет вопрос. Мам терас ищть по маме. То есть, мне сейчас пойти за мамой. И ответ. Не терас. Але зарас. То есть, не прямо сейчас. Пока еще нет. В тот момент, когда я это говорю, еще нет. Ну скоро. И другие примеры. Рано падало, але зарас швечит солнце. То есть, утром шел дождь, но сейчас, в тот момент, когда я это говорю, горит солнце. И другой пример. Рано падало, але зарас выйдет швечит солнце. То есть, утром шел дождь, но сейчас, в смысле, скоро будет гореть солнце. И опять обратите внимание, что вот здесь уже будущее время. Сейчас будет гореть. Оно еще не горит. Оно будет. И поэтому по-польски зарас. Еще один маленький диалог. Мама говорит ребенку. Поспшонтай важенка. То есть, убери ванную. И ребенок отвечает. Зарас, зарас. То есть, сейчас, сейчас. Или же, если хотите, как раз разговорный вариант, тогда можно пропустить последний звук в этом слове. И у вас получается, зара, зара. И вот это как раз это русское, сейчас, сейчас. И если ребенок так отвечает, мама, конечно, злится и говорит ему, не зарас, только терас. То есть, не сейчас, в смысле, скоро, а прямо сейчас. Вот в тот момент, когда я говорю. Ты идешь и убираешь ванную. Не зарас, только терас. Не скоро, а прямо сейчас. И другие примеры. Идет терас до школы. То есть, я иду сейчас в школу. Это значит, что именно прямо сейчас на ногах я иду пешком в школу, да, в тот момент, когда я говорю. А если сказать по-польски, зарас и ты до школы, это значит, что я собираюсь в школу. То есть, я еще не иду, но я скоро буду идти. Скоро я иду в школу. Ну, или же, сейчас я иду в школу по-русски. И по контексту просто понятно, что я имею в виду не прямо сейчас, когда я говорю, а скоро. Итак, друзья, я надеюсь, вы поняли, в чем главная разница между терас и зарас. А сейчас я хотел бы вам рассказать еще о таких особых случаях, когда мы используем терас или зарас в польском языке. И, кстати, там кое-что совпадает и с русским языком. Послушайте. Итак, первый такой особый случай. Несмотря на то, что терас обозначает прямо сейчас, в тот момент, когда я говорю, мы иногда используем терас и будущее время. И мы говорим о том, что будет происходить в будущем. Но это используется при создавшихся условиях, при изменившихся обстоятельствах. И по-русски вы делаете то же самое. То есть, вы говорите теперь и тоже используете в будущее время. Например, терас бендюш то разумел. То есть, теперь я буду это уже понимать. Или другой пример. Терас бендюшам зналичь новом праце. То есть, теперь мне придется найти новую работу. Что было еще смешнее, то же терас, который на самом деле значит прямо сейчас, в тот момент, когда я говорю, употребляется также с прошедшим временем, чтобы сказать о том, что только что произошло. Это полный взрыв мозгов. Но вы делаете абсолютно то же самое в русском языке. Посмотрите, пожалуйста. Был им терас двадцать годни на урлопе. Я был сейчас две недели в отпуске. Абсолютно то же самое. Терас сейчас и прошедшее время. Я был. То есть, я только что был две недели в отпуске. Хотя на самом деле, мы не говорим о настоящем. Мы говорим о прошлом. И другой пример. Вручиваем терас с польский. Мешкаем там два лата. То есть, я сейчас вернусь из Польши. Я там жил два года. И опять. Сейчас терас. Но все-таки мы говорим не о настоящем. Мы говорим о прошлом. И поэтому мы используем прошедшее время. Вручиваем. Я вернулся. И мы так говорим, так в польском, как и в русском языке, когда мы говорим о том, что только что произошло. Терас. Точно так же, как и теперь в русском языке, используется также тогда, когда мы указываем на событие, которое будет следующим. По порядку. Например. А теперь перед вами выступит Алла Пугачева. Или же. Купились мы уж овоца и выжива, а теперь мы купили уже фрукты и овощи, а теперь мы пойдем еще за хлебом. То есть, пойти за хлебом, это будет у нас следующее. По порядку. А теперь, следующее по порядку. Особые случаи, когда поляки употребляют зараз. И вот эти употребления как раз не совпадают с русским языком, мне так кажется, по крайней мере. Однако, не так трудно понять, в чем дело. Послушайте, пожалуйста. Я вам все покажу на примерах. Итак, поляки говорят зараз, тогда, когда русские говорят сразу. Например, огород находится сразу за домом. Это будет по-польски. Огород, знайду еще зараз за домом. Или же. Уснуем зараз по фильме. То есть, я уснул сразу после фильма. Сразу после того, как я его посмотрел. И другой пример. То есть, сначала у него умерла мать, а сразу после этого отец. Или же такой пример. То есть, я приехал в Польшу и сразу выучил польский. Вы можете иногда в Польше увидеть объявление о том, что предлагается работа. И там будет написано, например, И вот это и значит, что требуются официанты. И это от зараз, это значит, что они требуются и они могут начинать работать прям сейчас, сразу. И еще один пример с этим выражением. Вы говорите работодателю, например, Я ищу работу на стройке. И это будет по-польски. Шуком праце на будове. И работодатель спрашивает у вас, Че може панзачанч от зараз? То есть, можете ли вы начать прям сейчас, сразу? Поляки говорят зараз так же тогда, когда они хотят возразить. Когда они хотят, возможно, так же перебить собеседник. Когда они просто не согласны. И очень часто они это зараз повторяют два раза. Посмотрите вот такой пример. Кто-то что-то рассказывает, и вы говорите вот так. Зараз, зараз. Топ, шатишь, неправда. Подождите, подождите, секундочку, не так быстро. Это же неправда. Вот в таком смысле это употребляется. Или же представьте себе, что кто-то вас обвиняет, что вы украли у него машину в Москве. И вы говорите, Зараз, зараз. Че ты мувиш? Шатишь, я нигде не был им в Москве. То есть, подожди, подожди, что ты говоришь? Я же никогда не был в Москве. Поляки говорят зараз так же тогда, когда они хотят сделать маленькую паузу, потому что они хотят вспомнить то, что они хотят сказать. И им просто надо, ну, коротко сосредоточиться, как будто. И это будет, например, вот так. То есть, я женился, когда мне было двадцать, а мой брат... Подожди, сколько ему могло быть тогда лет? Кажется, двадцать два. Или же другой пример этого типа. Лато, то по-ангельску сама. А зима? Хм, зараз, зараз. Хэба уинта. Есть течение мэра. То есть, лето по-английски это сама. А зима? Хм, подожди, подожди. Кажется уинтер, если я не ошибаюсь. И есть еще одно такое смешное употребление сыновичка зараз в польском языке. Это тогда, когда ваш собеседник, по вашему мнению, конечно, переборщил. И вы хотите возразить против этого перебора. Посмотрите вот такой пример. Кто-то вам говорит... То есть, ты вонючий лентяй. Ну, по-польски это не очень обидно, потому что на самом деле это не в прямом смысле. Это такое устойчивое выражение шмерзонцы лень. Ну, дословно, вонючий лентяй. Но на самом деле, просто большой лентяй. Это не про запах. И вы отвечаете. Зараз там леньем. Попросту не любящий шепраться вылочь. И если честно, я не знаю, как это хорошо перевести на русский, но это что-то типа, да почему же ты сразу утверждаешь, что я лентяй? Это перебор. Мне просто не нравится переутомляться. Или же кто-то говорит вам Твой сын украдал мой самохут. То есть, твой сын украл мою машину. И вы отвечаете. Зараз там украдал. Пожичил. То есть, типа, почему ты сразу же утверждаешь, что мой сын украл? Это перебор. Он просто взял на прокат. Подскажите, пожалуйста, в комментариях, как лучше это перевести на русский язык. Итак, друзья, на сегодня это уже все. Надеюсь, я помог, и вы наконец-то разобрались, в чем главная разница между террас и зарас, а также выучили новые, необычные употребления этих слов в польском языке. В конспекте к этому уроку вы найдете таблицу со всеми значениями этих слов, которые мы с вами прошли, а также упражнения с ключом для самопроверки, благодаря которому вы сможете проверить, насколько хорошо вы усвоили материал. Конспекты предлагаются всем, кто поддерживает проект на сайте Patronite даже самым маленьким донатом. Все информации, как это сделать, внизу в описании ролика. Если понравилось, пишите, пожалуйста, комментарий, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за ваше внимание, за ваш интерес и вашу поддержку. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok